Ребята, те кто ведут свои ютуб каналы заметили странное поведение ютуба, а именно около 12 часов подряд просмотров на видео практически не было, как ты видишь вот здесь. Ютуб сказал, что это глюк платформы и что он уже работает над решением этой проблемы, а тем временем наши видео просто-напросто стали невидимыми для ютуба. Мой последний видеоролик за 2 часа после публикации набрал почти 12 тысяч просмотров, но за следующие 10 часов он не просто не набрал новых просмотров, а даже потерял старые. Такого я еще не видел, но об этом говорят многие ютуберы, многие контентмейкеры на это жалуются сегодня. Я немного переживаю, что из-за этого глюка я могу быть выбит из алгоритма, поэтому попрошу тебя поставить лайк прямо сейчас. Давай наберем 4000 лайков. Понимаю, что это очень много, но если мы наберем 4000 лайков, возможно это как-то поможет решить проблему, преодолеть этот глюк и остаться в алгоритме. Это очень важно, правда. Мне и так каждый просмотр сейчас дается огромным трудом, ты даже не представляешь каким, поэтому для меня это имеет слишком высокую цену. Настолько высокую, что сегодняшний день был безнадежно испорчен этим глюком. Поэтому твоя помощь сейчас будет очень кстати. Буду очень-очень рад, если ты прямо сейчас поставишь лайк. Помоги мне с этим справиться. Ну а меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Тайм-коды будут в описании. Посмотри на это. Национальный банк Швейцарии в прошлом году зафиксировал рекорды 140 миллиардов убытков за всю свою 115-летнюю историю. Такие убытки не позволяют Нацбанку производить обычные выплаты центральному и региональному правительству Швейцарии. Это очень большой звоночек всему миру. Но кроме Национального банка в Швейцарии большие проблемы переживает и Credit Suisse. Хочу напомнить, что Нацбанк Швейцарии поддержал банк Credit Suisse. Это второй крупнейший финансовый конгломерат этой страны. Что общего между ними? А то, что они оба получили огромные убытки в 2022 году. Credit Suisse только за четвертый квартал 2022 сообщил об убытке в 1,6 миллиарда долларов. Нацбанк же и вовсе о 140 миллиардах долларов. Что ж, очевидно, некоторая часть убытка связана с покупками американских акций, иностранной валюты и с ростом курса самой швейцарской валюты. Но это все равно означает большой спрос на нее. А значит, первое, страна может в скором времени напечатать больше денег. И второе, это фактически сигнал на то, что страна будет спасать Credit Suisse. Опять же, с помощью печати денег. И самое главное, Всемирный банк снижает свои прогнозы на 2023 и предупреждает о глобальной рецессии, которая станет результатом комбинации медленного роста экономических условий, что становится жестче, и сильнейшей задолженности в мире. По словам Всемирного банка, это приведет к массовым дефолтам в 2023 году. Проще говоря, мировые банки чувствуют себя крайне некомфортно сейчас. Далее, сегодня прошло выступление Джерома Паула из ФРС США. На него биткоин отреагировал небольшим пампом. При этом индекс доллара, наоборот, немного упал. То есть доллар отреагировал ослаблением к основным валютам. Посуди сам, ведь политику ФРС США никто менять не собирается. Джером, наоборот, говорит, что понимает, что их решения не популярны, но они необходимы. Я не буду приводить все его цитаты, потому что мы уже сто раз их слышали. На самом деле, для меня это уже даже скучно. Скажу основную особенность его выступления сегодня, по сравнению с прошлыми. Джером подтвердил, что приоритетом ФРС США в 2023 году является борьба с инфляцией. Это продолжение повышения ставок и сокращение баланса на протяжении всего этого года. Почему же рынок воспринимает это позитивно? Да потому что председатель ФРС не говорит о возможном росте инфляции, о продолжении резкого повышения ставки и так далее. Короче говоря, по сравнению с прошлым выступлением, сегодняшняя его риторика была менее ястребиной. Но это не отменяет того, что политика на этот год остается жесткой. Сокращение баланса и повышение процентной ставки. На этом графике ты видишь баланс ФРС США. И мы наблюдаем его сокращение в последнее время на 400 миллионов долларов. Не так уж и много, учитывая, что он сейчас все равно более 8 триллионов долларов. Но вот что интересно. Они продолжат свою политику количественного ужесточения. То есть каждый месяц они собираются сокращать свой баланс на 95 миллиардов долларов. Если все будет так, то их баланс сократится еще на 1 триллион долларов за год и упадет до 6,7 триллиона долларов. Это вывод очень большого количества ликвидности с рынка, что, конечно же, для рынков не очень хорошо. Теперь я хочу поговорить про большие новости для Соланы, о которых сейчас везде говорят. Марти Парти в Твиттере написал, Google покупает 2 миллиона 800 тысяч монет Соланы, заплатив за каждую монету 10 долларов. Теперь Google является 13-м крупнейшим кошельком Соланы. Что ж, новость реально шокирующая. Но давай немного разберемся. Вот этот кошелек, который якобы принадлежит Google, и который якобы только что купил Солану за 10 долларов. Что ж, давай разберемся в его транзакциях. Я, кстати говоря, взял каждую дату и сравнил с графиком цены Соланы, чтобы понять, по какому курсу проходили эти транзакции. И вот что получается. Первая покупка на 1,9 миллиона монет Соланы. И на тот момент она стоила 35 долларов. Затем мы видим продажу на 600 тысяч Солан. Тогда она стоила 16 долларов. То есть этот кошелек продал 600 тысяч Солан с убытком более 50%. И около месяца назад этот же кошелек купил 1,5 миллиона монет Соланы за, послушай, 13 долларов. За 13 долларов, а не за 10 долларов. Вот она первая несостыковка. Кроме этого, 15 месяцев назад этот кошелек использовался для покупки каких-то NFT-картинок. И, наконец, самое главное. Зачем Google покупает Солану? Ну, если он хочет купить криптовалюту, пусть покупает биткоин, как все нормальные люди. Зачем ему Солан? Все указывает на то, что Google не покупал Солану за 10 долларов. А Марти Парти, как правильно заметили некоторые комментаторы, просто-напросто пытается придумывать какое-то дерьмо для того, чтобы привлечь внимание. У него это достаточно хорошо получилось, ведь пост посмотрело 860 тысяч человек. Но, справедливости ради, нужно отметить, что Google сотрудничает с Соланой некоторым способом. Например, Google Cloud в конце прошлого года стал валидатором блокчейна Солана. А теперь я хочу перейти к самой главной теме этого видео. Около недели назад я снял ролик о том, что отчаявшаяся биржа Gemini дала Барри Силберту, гендиректору Digital Currency Group, срок до 8 января для закрытия долгов. Потому что сама криптобиржа Gemini хочет отдать долги своим клиентам. Сегодня же история получила продолжение. На самом деле, какая же там грязь происходит? Мало того, что они публично врут, так они еще и обманывают своих же сотрудников. Ты только послушай, давай я переведу для тебя эти два письма. Открытое письмо совету директоров Digital Currency Group. Я пишу, чтобы сообщить вам, что Gemini и более 340 тысяч пользователей программы Earn были обмануты компанией Genesis и Digital Currency Group, ее основателем и генеральным директором Барри Силбертом и всем ключевым персонажем. Они вступили в сговор, чтобы делать ложные заявления и ввести в заблуждение пользователей в Gemini, Earn, других кредиторов и общественность в целом о платежеспособности и финансовом состоянии Genesis и Digital Currency Group. Они сделали это, чтобы заставить всех поверить в то, что Digital Currency Group, понесенные Genesis в результате банкротства Three Arrow Capital, Они пытаются побудить кредиторов продолжать выдавать кредиты в Genesis. Ложью они надеялись выиграть время, чтобы выбраться из созданной ими ямы. Но вот что произошло. Мы узнаем все больше с каждым днем, но в настоящее время основные события, по нашему мнению, выглядят так. Genesis одолжил активы на сумму 2,36 миллиарда долларов Three Arrow Capital, хедж-фонду, который обанкротился в июне 2022-го. После того, как залог был ликвидирован, Genesis указала, что убыток составил не менее 1,2 миллиардов долларов. В этот момент у Барри Силберта было два законных варианта. Реструктурировать кредитную книгу Genesis с или без процедуры банкротства, или заполнить дыру в 1,2 миллиарда долларов. Он не сделал ни того, ни другого. На тот момент кредитный портфель Genesis составлял примерно 8 миллиардов долларов. А это означает, что убыток в размере 1,2 миллиарда долларов после коллапса Three Arrow Capital составлял примерно 15% активов Genesis. Тогда реструктуризация могла бы устранить этот дефицит, чтобы добиться полного восстановления активов для всех кредиторов, включая пользователей Gimini Earn. Но Барри предпочел этого не делать. Вместо этого он решил притвориться, что все хорошо. Начиная с июля 2022-го, Барри, Digital Currency Group и Genesis начали тщательно продуманную компанию лжи, чтобы заставить пользователей Gimini, Earn и других кредиторов поверить в то, что DCG помогла Genesis реальными деньгами в размере 1,2 миллиарда долларов. Публичная ложь. 6 июля Майкл Мора, тогдашний генеральный директор Генезиса, написал в Твиттере, Digital Currency Group взяла на себя определенные обязательства Генезиса, связанные с банкротством Three Arrow Capital, чтобы гарантировать, что у нас есть капитал для работы и масштабирование нашего бизнеса в долгосрочной перспективе. Как оказалось, это утверждение было ложным и вводило в заблуждение. На самом деле, DCG не гарантировала, что у Генезиса есть капитал для работы. На самом деле, DCG не выделила Генезису ни копейки фактического финансирования, чтобы компенсировать его потери после коллапса Three Arrow Capital. Вместо этого она заключила 10-летний вексель с Генезисом по процентной ставке 1% со сроком погашения в 2032 году. Этот вексель был полным обманом, который никак не улучшил позицию Генезиса с точки зрения ликвидности и платежеспособности. Однако, ребята, это только публичная ложь. Присутствует также ложь приватная, закулисная, между сотрудниками Генезиса и DCG. За кулисами несколько сотрудников Генезиса и DCG начали врать в два раза больше. Например, в тот день, когда генеральный директор Генезиса опубликовал свой твит, Мэттью Балленвейк, тогдашний глава отдела торговли и кредитования Генезис, отправил по электронной почте документ под названием Three Arrow Capital после банкротства нескольким сотрудникам Гемини, которые отвечали за управление всего, что связано с программой Гемини Эрн. В разделе этого документа о заглавленном «Ключевые факты» говорилось, убытки преимущественно поглощаются балансом Digital Currency Group и засчитываются на их счет, в результате чего Генезис остается с достаточной капитализацией для продолжения обычного ведения бизнеса. Это утверждение было ложным и вводило в заблуждение даже самих сотрудников Генезиса. Фактически, DCG не взяла на себя убытки Генезиса из-за коллапса Three Arrow Capital и не записала их на свой счет. Для этого потребовалось бы, чтобы DCG поддерживала Генезис деньгами в режиме реального времени. DCG не оставила Генезис с достаточной капитализацией на балансе для продолжения бизнеса в обычном режиме. Это просто бухгалтерское мошенничество. Эта ложь была увековечена документом под названием «Запрос метрики риска Гемини», который BalanceVake приложил к той же переписке по электронной почте с сотрудниками Гемини. Раздел «Финансовая позиция по активам этого документа» содержал еще одну масштабную ложь. Во-первых, он характеризовал вексель DCG как текущий актив. И второе, он оценил его в 1,1 миллиарда долларов. Во-первых, согласно общепринятым принципам бухгалтерского учета, текущие активы означают денежные средства, их эквиваленты или другие активы, которые могут быть обменены на денежные средства в течение одного года. Вексель с погашением основного долга через 10 лет определенно выходит за рамки определения текущего актива. Во-вторых, в мире нет такого рынка, который бы смог оценить необеспеченный долговой вексель с длительным сроком погашения. Чистая текущая стоимость этой облигации будет представлена со значительной скидкой, примерно 70%, чтобы отразить ее сегодняшнюю стоимость спустя 10 лет. Ложь. В документе запрос метрики риска Гемини также присутствует и в балансовом отчете Генезиса, который Баленвейк включил в то же электронное письмо от 6 июля. Эти фальшивые утверждения, которые повторяются во многих документах, отправленных Гемини и другим кредиторам в последующие месяцы, были призваны создать впечатление, будто Генезис платежеспособна и способна выполнить свои обязательства перед кредиторами. При этом DCG фактически не взяла на себя обязательств по финансовой поддержке. Вот она, горькая правда. И Барри, и DCG. Все это могло бы сойти с рук, если бы не крах FTX. Как мы оказались в такой ситуации? Жадность. Невероятно, чтобы Генезис, как самостоятельный бизнес, одолжил 3 Arrow Capital столько денег, учитывая низкое качество залога, который разместила 3 Arrow Capital. Но они одолжили. Генезис предоставила эти деньги, потому что это было направлено на обогащение более крупного предприятия Digital Currency Group, Grayscale. В частности, Генезис была готова опрометчиво одалживать 3 Arrow Capital миллиарды долларов, потому что последняя использовала деньги для покупки активов Grayscale GBTC. Стоит ли здесь что-либо добавлять? Грязь. Конкретная грязь, которая может привести к краху империи Digital Currency Group и даже Гемини. Я бы на твоем месте вообще выводил бы все деньги с Гемини, да и с других бирж. На самом деле то, что генеральный директор Гемини, Кэмерон Уинклвас, напрямую, открыто обращается к третьей стороне, с которой у него такие внутренние денежные переводы, это плохой знак. Все инвесторы, которые замешаны в этом. Что ж, удачи вам. Тем, кто еще может, выводите свои деньги. А я буду надеяться, что каждый окажется ответственным за свои поступки, а не будет искать виноватых. Уинклвас пишет про жадность. Но разве не жадность им двигала, когда он давал деньги Барри Силберту? Деньги, между прочим, клиентов собственной биржи. Клиентов, которые доверили эти деньги Уинклвасу. И это Уинклвас их подставил, а не Барри Силберт. Силберт подставил только лишь самого Уинклваса. И во всем виновата их жадность. Еще один интересный момент. В письме он написал. И Барри, и DCG все это могло бы сойти с рук, если бы не коллапсов ТИКС. Хм, о чем это он вообще говорит, интересно? А вот о чем. Дело в том, что Digital Currency Group и CoinDesk активно разводят панику вокруг биржи Binance. Мол, она неплатежеспособна и скоро развалится. Зачем они это делают? Да потому что генеральный директор Binance, CZ, распродал свои FTT на многие миллиарды долларов. Тем самым фактически обрушив FTT и стартовав коллапс FTX. У Барри было множество FTT, те самые 2,5 миллиарда долларов, которых хватило бы и на поддержку Генезиса, и на погашение долгов. Он просто не успел использовать эту ликвидность до ее краха из-за действий Binance. Фактически Binance застрелил Digital Currency Group. Невероятно, невероятно. Но меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Также подпишись на канал, здесь мы каждый день на регулярной основе освещаем самые важные события из мира криптовалюты и экономики. Увидимся в новых видео. До скорого.